Добрый день! Я хотел рассказать сегодня о своих любимых книгах. И начну я с книги, которая считается первой в мировой литературе, это «Сказания Гильгамеши». Это чудесная книга, с которой я познакомился уже в зрелые годы, потому что я окончил физический факультет МГУ и не проходил программу в библиотеке всемирной литературы. И «На Гильгамеша» как-то вышел уже в 90-е годы. Настолько он меня потряс, что я даже организовал перформанс-группу «Пища богов». Мы устраивали представления по этому эпосу, по сказанию о Гильгамеше на бульваре Рождественском. Там были такие битвы Гильгамеша, Нкиду, блудница Шамхат. Много было необычных таких представлений. И в таком был модный клуб «Третий путь» тогда в Москве. Это были 90-е годы, середина 90-х годов. И даже в средствах массовой информации об этом писали, что мы боремся с преступностью таким путем, через мистерии. Но действительно у меня была идея, что силы хаоса вышли тогда наружу, и надо их, как в древности, заговаривать такими мифоритуальными процедурами, этими перформансами. Ну вот Герман Виноградов, такой известный городской жрец, значит, он участвовал в наших представлениях. Это было такое, можно сказать, современное искусство в таком, так сказать, театральном его исполнении. Вот. И я совершенно был поражен вообще этими страницами о том, как богиня Иштар предлагала себя в любовь, предлагала себя в жены Гильгамешу. Он отказался, вот, и, значит, потом, как он ей сказал о ее шестерых любовниках, знаменитая история, вот, шестеро, значит, любовников богини мужей, богини Иштар, которых она всячески, значит, испортила, потому что она относилась к мужчинам как таким, значит, одеждам, она их меняла. Это вот какое-то следствие матриархата, можно даже в этом видеть, это очень древняя такая архаическая вещь. В общем, и всем советую почитать сказания о Гильгамеше. И вообще, первый том в библиотеке всемирной литературы, где вот есть и про богиню Инану, сошествие Инаны или богини любви в стране без возврата, Инлиль и Нинлиль. Это глубочайшее произведение, вот, я всем рекомендую. Ну, после сказания о Гильгамеше, пожалуй, можно поисторически пойти и два слова я скажу о Данте. Ну, не божественная комедия меня захватила, а новая жизнь. Вот, и я вот, значит, здесь вот, она в хрестоматии, эта книжечка, вот, вообще, для меня это была какая-то механика духов. Вот, я учился тогда на физфаке МГУ и ходил в библиотеку гуманитарных факультетов. Вот, мы брали и современную литературу, значит, и нам давали там Куртова-Негута всего на три дня. Вот, и, значит, древнюю литературу я изучал, но это было, как бы, дополнение к такому физическому образованию. И вот я с восторгом отнесся к Данте, его перечитывал, Геоте были моими друзьями, как-то я очень, видно, высоко метил. Вот, и поэтому всем рекомендую вот почитать «Новая жизнь» или «Пир» Данте, «Прекрасные вещи». Ну вот, теперь я плавно перехожу уже к своим таким школьным впечатлениям. И одно из самых сильных впечатлений в школе – это был роман Достоевского «Подросток». Причем так получилось, что как-то по программе я не хотел читать, а читал параллельно, перпендикулярно, как-то не то. И вот этот роман меня совершенно захватил, и я был поражен. И до сих пор, вот читая Достоевского, я как будто в такую звуковую трубу попадаю, он меня гипнотизирует своими оборотами речи. И вот где-то там выдыхаешь уже только в конце романа и чувствуешь, как здорово. Вот мне кажется, чем отличается классическая литература от таких подделок, тем, что когда читаешь, ну, какое-то криминальное чтиво, ты тоже можешь быть увлечен. Но когда закрываешь книгу, ты думаешь, ох, зачем я потратил время. А когда ты вот закрываешь книгу действительно прекрасную, то ты чувствуешь ощущение, что тебя одарили, вот ты что-то получил. И вот этот дар Достоевского, я благодарен ему за то, что он мне в юности подарил вот это ощущение подростка 19 века. Ну, сейчас вот год Достоевского, потому что 200 лет со дня рождения Достоевского. И вот я очень рад, что мы смогли написать книгу «Огонь с Божидомки» о московском детстве Достоевского. Вот, в основном ее писал мой друг Алексей Виноградов, а я ему помогал только немного для того, чтобы описать родословие Достоевского. Я дружу с Игорем Леонидовичем Волгиным, был еще прекрасный исследователь Николай Николаевич Богданов тоже. И мы все сюда вложили, вот эту ауру, атмосферу этого дома прекрасного, который сейчас превратился в музей, вот этого имения дарового, в котором проходило детство писателя. Вот, и выступали мы уже в музее, было несколько презентаций, и публика тепло воспринимает эту книгу. Я, как бы, это моя благодарность Достоевскому за те вообще счастливые часы, которые я провел за его книгами. Вот. Ну, и теперь, конечно, еще одна книжка из школьной программы, но к ней я пришел гораздо позже. Это «Сказка царя Салтани». Ну, казалось бы, мы знаем все с детства, ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Ну, вот, когда я работал над своими книгами о Пушкине, вот, как-то мне удалось заглянуть за эти строчки как-то иначе, по-другому. Вот у меня встал такой вопрос, а куда же бежит этот кораблик, и что он несет, зачем? Он несет ведь весть от сына к отцу. Это ощущение того, что такой происходит поиск отца, и вот ощущение того, что была трагедия в семье, семья распалась, неполная семья, и потом ее сын восстанавливает. Вот откуда это взялась, эта тема у Пушкина? Я раскопал эту историю, и мне показалось, что это ведь благодарность в такой форме за то, что отец, которого вообще у нас обычно как-то чуть ли не скрягой считают, на самом деле очень щедро одарил своего сына Александра Сергеевича. И когда тому нужны были деньги, нужны были средства, чтобы жениться на, по сути, беспреданнице Натальи Гончаровой, которая, наоборот, попросила, мать ее попросила у него 10 тысяч взаймы. И вот, значит, отец отписал ему часть Болдина, это, значит, деревня Кистеневка, и вот Пушкин благодаря этому заложил, значит, это имение и получил необходимое средство. Он, значит, вот, началась вот его счастливая жизнь с Натальей Гончаровой, и он написал сказку о царе Салтане как раз через несколько месяцев после этого брака, когда он длил медовый месяц в царском селе, где его очень любили, он жил на даче, я был в этом месте, вот. И он, мне кажется, сказка о царе Салтане, она полна такой благодарности, вот этого счастья, соединения семьи, он и помирился с отцом, и, значит, создал новую семью. Между прочим, через 9 месяцев после написания сказки о царе Салтане у него родилась дочь, которую он назвал в честь своей, значит, бабушки, вот. И я об этом, в общем-то, написал в книге «Плыви силач», вот, это моя книга, над которой я работал 5 лет, она недавно вышла, вот, и как раз об этой благодарности, потому что обычно у нас, ну, в школе дискредитировали семью Пушкина, говорили, что он был нелюбимым ребенком, и отец его был бездельником, это совершенно не так. Действительно, отец его был крупной фигурой, он заведовал снабжением всей резервной армии русского войска в войне с Наполеоном, вот, другое дело, что он не мог, конечно, видеть сына, когда тот учился в лицее, и несколько лет Александр провел без родителей в этом лицее, это были непростые годы, конечно, это была война с Наполеоном. В общем, я постарался рассказать о том, о чем мало кто знает из биографии Пушкина, и вот, прошу любить и жаловать, благодаря этому я и сам полюбил Пушкина еще больше. Ну, и вот последняя книга, о которой я хочу сказать, это мое открытие тоже уже таких, так сказать, не юных лет, когда еще в 90-е годы возвращалась литература эмиграции, я прочитал в журнале «Студейский беридян» роман «Призрак Александра Вольфа». Это совершенно поразительное произведение, вот, меня настолько потрясло, что я даже создал потом общество друзей Газданова, мы ездили в Париж, открывали памятник на могиле, мы провели несколько международных конференций, вот, было потом издано пятитомное собрание сочинений, и особенно, конечно, я подружился с переводчиками Газданова во всем мире и в Сербии, в Белграде, потому что Газданов полон мужества, его проза тончайшая, психологическая и одновременно очень мужественная, и вот мои друзья, Зарислав и Душка Паунковичи, они перевели, в общем-то, собрание сочинений Газданова на сербский язык, и даже получили всякие премии за это, вот, Душка потом стала и советником, и президентом Союза переводчиков, вот, это очень важно, мне кажется, потому что это одна из центровых фигур, и то, что наши коллеги, наши друзья такое внимание уделяют Газданову, это очень важно, я вам рекомендую его почитать, если кто-то его не читал, потому что это реально великая фигура литературы 20 века, новый классик, вот, и вот его очень любил Бунин, его поддерживал Бунин, в отличие от Набокова, вот, ну, и даже у меня такая возникла, небольшая теория, что вот в образе Александра Вольфа изображен Владимир Набоков, ну, ее поддержал потом известный литературовед Сергей Акимович Кибальник, он написал целую книгу, значит, вот, о взаимоотношениях Газданова и Набокова, там много сказано, действительно, Набоков дезертировал в английскую литературу, будучи, на мой взгляд, побежденным Газдановым, непревзойденным Газдановым, которого любили читатели еще в Тургеневской библиотеке больше, чем Набоков. Ну, это отдельная тема, я не хочу сталкивать писателей лбами, вот, давайте говорить о тех, кому мы любим, вот, ну, и напоследок я, конечно, хочу сказать, что здесь ушло, я не смог сказать о своих детских предпочтениях, вот, о Николае Носове, о многих писателях детской литературы, вот, но это отдельная тема, а вот эти книги, пожалуй, какие-то краеугольные, вот, в том, в той литературе, которую я читал, я всем рекомендую их почитать, и Газданова, и Данте, конечно, вот, и Пушкина перечитать, вот, и Достоевского, вот, и в этот год, 200-летие Достоевского, я буду рад, если вы найдете в нем что-то, что будет вам созвучно. Спасибо, всего доброго. Продолжение следует...